друзья всем привет сегодня приготовлю солянку по просьбе зрительницы моего канала виктории я приготовлю это блюдо понадобится нам колбасы сосиски вот все что там после нового года осталось это может быть язык и буженина и любое мясо любые колбасы у меня вот здесь вареная колбаса русская с жирком также сыр и копченая колбаса со чечен идет охотничьи колбаски сервелат сосиски понадобится растительное масло огурцы соленые потом лук лимон зеленушка на ваш вкус какая вам нравится также понадобится маслины рассол понадобится огуречный перец у меня крупномолотый черный паприка сладкая также я использую свою солянку вы смотрите сами хмели-сунели очень нравится мне этот суп с этим ароматом вот так же понадобится нам томатная паста чеснок также капельсы понадобится лук лимон я сказала да вот и также у меня уже отварился бульон я сейчас покажу бульон я отваривала из косточек но вот остаются косточки они наваристость дают но жира не дают и кусочек говядины вот у меня здесь отварной вот я сейчас тоже вытащу ее она остынет я тоже порежу вот косточки я сейчас все вытащил кастрюлька у меня где-то 6 7 литров вот приступим готовится очень быстро ну за счета вот если только бульончик варится там где-то часа два вот сейчас все покажу что будем делать вот друзья косточки вот такие видите они практически без мяса но если где-то есть мясо вы можете тоже вот это все отсоединить и добавить солянку где-то полкило косточек нужно вот сейчас будем резать все нарезка произвольная вот как вам нравится такой нарезать я режу не прям так сильно мелко колбасу тоже режем произвольно друзья сейчас я в общем все вот все продукты эти перережу не буду занимать ваше время вот таким образом и и и Вот я все нарезала и от костей отделила мясо. У меня свиные косточки были, и мясо отделила тоже сюда. Все порезали. Сейчас займемся огурцами. Огурчики просто соленые, домашние, можете брать консервированные, если любите, кому как нравится. Огурчики просто порежу кубиками. Теперь порежем маслинки. Я режу вот так их просто пополам. Если они не такие крупные, достаточно вот так пополам порезать. Друзья, маслины я порезала и добавлю еще 2-3 ложечки прям сюда. Сока от маслины тоже отправим туда. Много не надо, 2-3 ложечки достаточно. Теперь измельчим каперсы. Просто вот произвольная такая нарезочка слегка измельчить нам надо. Это консервированные каперсы. Придают очень такой пикантный вкус солянке. Ну, вот так вот примерно. И сейчас я нарежу лук и приступим к обжарке. Лучок тоже режется, как вы привыкли, как вам нравится. И так, друзья, ставим сковородку на огонь, на плиту. Наливаем маслице совсем немножко. Полторы-две столовые ложечки. Потому что колбаса жирная у нас там, все будет нормально. Отправляем лук. И нам его особо жарить не нужно. Вот мы отправили, помешали вот так слегка, несколько секунд. И сразу сюда сейчас будем отправлять наши мясные полуфабрикаты. Все, что мы нарезали, все отправляем сюда. Все это перемешаем. Друзья, нам нужно немножко вот слегка обжарить. Не нужно прям высушивать все эти продукты. По времени я вам скажу сейчас, сколько у нас идет времени. Пока у нас жарится, мы измельчим чесночок. Просто меленько порежем его, мелко. Друзья, вот у меня на большом огне ушло 6 минут. Вот они подвяли, вот так немножко скукужились наши продукты. И отправляем сюда, что их следом, в томатную пасту. И еще обжариваем, чтобы томатная паста наша прожарилась хорошо. Прошла минутка-полторы. Постоянно помешиваем. Пожарили томатную пасту. И отправляем сюда огурцы, прям в наши колбасы мясные изделия. Хорошенечко перемешаем тоже. Вот как перемешали огурчики, друзья, обливаем сюда рассол огуречный. Теперь делаем огонь чуть ниже среднего. И нам нужно это немножечко потушить. Ну, минут 5-6 тоже достаточно будет. Видите, рассол, вот я стакан влила, вот он весь впитался уже. Просто минут 5-6 потушим на маленьком огне. Подготовим лимон. Тоненько-тоненько нам нужно порезать. У меня узбекский лимончик, он тонкокорый. И очень такой сладенький. И кисло-сладкий. Тоненько вот так нарежем. Лимончик я порезала на четвертинке. Его добавлять мы будем непосредственно уже в чашку с супом. Все, я выключила, потушилась 5 минут. Вот у меня теперь я все это буду перекладывать в кастрюлю с бульоном. Аккуратненько все туда кладем. Все, я все переложила, друзья. Теперь мы прибавляем огонь. Нам нужно довести это все до кипения. Также подготовлю я зелень. У меня здесь кинза, петрушка и зеленый лук. Вы смотрите по своему вкусу. Довела солянку до кипения я медленно-медленно. Вот закипела на маленький огонь. Медленно такое бурление. Теперь я отправляю сюда маслины. Отправляю сюда капельсы. Черный перец крупномолотый. Можете добавить мелкомолотый. Можете вообще не добавлять. Паприку сладкую. И хмели-сунели. И сейчас опять нам нужно все это довести до кипения. Проварить как следует. Друзья, соль я не указывала. Вы пробуйте на соль бульончик. Потому что маслины соленые, капельсы не маринованные, соленые колбасы, естественно. Поэтому вы пробуйте рассольчик соленый, огурцы. Если соли недостаточно, то вы подсаливайте по вкусу. Друзья, вот прокипели маслины с капельсами минут 10 уже. В общей сложности где-то 30-40 минут нам нужно это все поварить. Чтобы вкусы все в бульон отдали колбасы, мясо, все-все ингредиенты. Теперь отправляем чеснок сюда. И еще поварим. Пару минут чеснок поварился, отправляем зелень. И в принципе наш суп уже готов, друзья. Сейчас будем подавать. Сейчас немножко поварится тоже зелень. Лавровый лист я не добавляю. Вы по вкусу смотрите сами. Если вам нравится, можете добавить. Все, друзья. Хочу показать просто вот в кастрюле густоту супа. Вот такой вот он у нас получился. Сейчас я налью в тарелочке. Он не сильно густой, не сильно жидкий. Все в меру. Друзья, наша солянка готова. Сборная мясная солянка. Классический вариант. Обязательно попробуйте добавить в хмыли-сунели. Вам очень понравится. Такой ресторанный вариант. Подавать я буду со сметаной. Это тоже как бы классика. Солянку со сметаной подают. Также положу дольку лимончика. И зелень немножко. Я порезала чуть-чуть зеленого лука свежего. Вот такой вариант у нас получился. Это очень-очень вкусное блюдо, конечно. Оно не такое полезное. Но один раз в год можно приготовить. Оно правда вкусное блюдо. Виктория, готовьте на здоровье. Ешьте на здоровье. Всех, друзья, поздравляю с праздниками еще раз. С наступающим Старым Новым Годом. Всем желаю здоровья. Благополучия семейного. Берегите себя, друзья. Увидимся. Всем пока-пока. Приятного аппетита. Пока.